Сокровища Арцаха Культура Арцаха занимает особое место в сокровищнице мирового наследия, ее необходимо сохранять, популяризировать и передавать будущим поколениям. Особенно актуально это стало в свете жестокой войны, развязанной против Арцаха, когда враг не только целиненаправленно пытается уничтожить население второго армянского государства, но истерец лица земли и его памятники истории и культуры – лучшее доказательство принадлежности и многовекового армянского присутствия на этой земле. Варварское и умышленное разрушение объектов культурного наследия во время войны является преступлением. Международное сообщество обязано защищать и сохранить культурное наследие Арцаха, которое способствует миру и взаимопониманию, и хранит память человечества. Именно в этом контексте следует рассматривать новую инициативу сокровища Арцаха Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, в рамках которой будут регулярно публиковаться рассказы об историческом и культурном наследии Арцаха, входящем в мировую сокровищницу культуры. Первый рассказ цикла «Сокровища Арцаха» посвящен развитию рукописного искусства на древней армянской земле. Арцах, 10-я провинция Великой Армении, Мецайка, был одним из центров армянских скрипторий. Основу заложил месроп Маштац, открыв первую школу в Арцахе в Амарасе. С XI по XII века, наряду с взлетом церковного строительства, развивались искусства письма и библиографии, были созданы центры письма со своими хранилищами, матенадаранами, и богатой коллекцией манускриптов. Центрами рукописного письма объявлены Гандзасар, Хадаванг, Дадиванг, Кчеванг, монастыри Мицернац-Сурпакоба, Еритс-Манкац и апостола Егиши, а также девичья пустынь в селе Авиторнац и Гандзак. В этих центрах были написаны, украшены и сохранены многочисленные рукописи исторического, философского, толковательного, религиозного и ритуального содержания, в записях которых содержатся интересные сведения и исторические освидетельства об истории и духовной жизни Арцаха, а расписанные рукописи с их уникальными иллюстрациями и стилистическими особенностями свидетельствуют об уникальной школе миниатюры и ее высоком развитии. Как у совершенствования армянского рукописного письма, во второй половине XVIII века возникло и стало развиваться армянское переплетное дело. Уникальными принципами оформления, украшения и декорирования кожаных переплетов выделялась Арцахутикская школа. Ее представители, переплетчики Тергазар, Термхитар и Термаштоц, изготовляли переплеты для рукописи в монастырях Гандзасар, Еритсман-Канц, пустыни Чарек, селе Джалет, Гандзаки. Исследование переплетов 27 рукописей показало, что переплетчик Тергазар при монастыре Гандзасар открыл переплетную мастерскую, в которой прошли обучение двое других мастеров. Переплетам этой школы свойственны цветочные клиши, орнаменты, а также поле рукописи синего цвета. Отметим, что скриптории действовали почти во всех крупных монастырях Арцаха. Одним из главных центров являлся Гандзасар, резиденция Патриархии Восточной Армении. Скриптории функционировали и в основанном в 989 году. Монастыре Таркманчац, переводчиков, монастыре Святой Марии и т.д. Множество манускриптов из различных областей Армении было собрано в церквях Арцаха, но сохранилась только малая часть иллюстрированных рукописей. Самыми известными рукописями Арцаха являются Евангелие, переписанное в Харунашате в 1224 году по заказу царицы Ванени, Евангелие Вахтанга Тангика, отца правителя Гассен Джалаляна, иллюстрированное Торосом. Последнее Евангелие – самая древняя рукопись XIII века, дошедшая до наших дней из Гандзасарского монастыря. Выполненный знаменитым песцом и миниатюристом Торосом в 1212-1214 годах, этот пергаменный кодекс был заказан родителями Гассена Джалалдолы, князем Вахтангом Тангиком и его женой Харишах. В Евангелии сохранился Калафон Гассена Джалалдолы, который он составил по смерти жены Мамкон в 1261 году. Евангелие хранится в музейной части научно-культурного центра Матинадаран Гандзасар при хранилище древних рукописей. В Гандзасаре было найдено и знаменитое Евангелие 1166 год, переписанное в крепости Хромклов-Килики. В Арцахе также хранился ряд других широко известных Евангелий, включая Евангелие 1237 год, которое сегодня находится в библиотеке Чикагского университета, а также Евангелие 1224 год с изображениями евангелистов, сделанное для царицы Ваньени. Сокровища Арцаха Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова